Здравствуйте! Сегодня с вами Фриско ТВ, я Святослав Ситов и предприниматель Рафаэль Султанов, который основал компанию iBuilderUp. Он это сделал в Силиконовой долине, добился успеха и сейчас он расскажет о своем творческом и предпринимательском пути. Рафаэль, расскажите с самого начала, как вам удалось пробиться в такой конкурентной среде, какой является Силиконовая долина? Я, собственно говоря, поехал сюда учиться на MBA, поступать в американский университет и приехал практически без денег. Был кризис 98-го, мы из-за курса доллара потеряли много денег, много просто зависло товара на складах, потому что оно не реализовывалось в 99-м. И было скучно, я уехал сюда учиться. Так что пришлось начинать с нуля, в плане языка его не было вообще. У меня был спецкласс немецкого. В плане денег было пару тысяч долларов в кармане и в плане я никого здесь не знал. Ну и долгий путь. На самом деле я приехал в 99-м, а идея родилась в 2009-м, через 10 лет. Просто я здесь имел и камер-стартап, мы неплохо зарабатывали деньги, очень хорошо делали продажу на весь мир. У меня был IT-консалтинг, занимался где-то 7-8-9 лет. Мы брали здесь заказы и делали компьютерные системы в России. У нас был офис там, очень много заказов, порядка 100 компьютерных платформ сделал для, наверное, пол Америки и Европы, скажем так. И я очень долго сопротивлялся продуктовому бизнесу, он очень конкурентный, очень тяжело. Но был кризис 2008-2009, продажи были слабые, именно потому что, ну как, никто не создавал системы, никто не инвестировал долгосрочные проекты. И был тут, была конференция очень умных людей в бизнесе. В тот момент как раз Apple выпустил App Store, Apps можно было создавать, и все хотели App. И вот эти умные люди все говорили, как бы получить App, но не нанимать программиста и не заморачиваться с тем, что ему долго объяснять, что тебе надо. Ну, платформа находится на Амазоне, на клауд-хостинге, собственно, где и хранятся очень многие материалы. Текст, видео, аудио. То есть это, получается, контент для Mobile Apps хранится в клауде. Получается Native Cloud Apps для андроида и айфона, также для айпада. И Apps, когда запускается, она запускается из кэша, из того, что есть в самом телефоне в мемори для App. А потом она стучится к серверу и говорит, ну, был ли апдейт какой-то, пока вот я спала. И сервер говорит, да, есть, тогда подгружается апдейт. Если сервер говорит, нет, нет, изменений не было, то App так и работает на старом контенте, закэшированном. Вот, собственно, то, как она организована. Там мы еще очень много написали других сервисов. Ну, например, Push Notification свои написали с тем, чтобы engagement, увеличить мобильных приложений. Написали дистрибьюцию приложений App Store, Marketplace. Коды открыли. Сейчас они продаются за минимальную цену коды виджетов. Мы их перекодировали, чтобы, так как коды открыты были, то ядро мы все равно не даем коды, и поэтому мы его перекодировали дважды, чтобы было security там. Так как, если у программиста есть код виджета, то он автоматически может догадаться, как все остальные приложения, например, финансовые, медицинские, организованы. Соответственно, надо изменить структуру. Вот. Мы сделали также, перекодировали структуру своих приложений с тем, чтобы можно было добавлять виджеты, виджеты к приложению, и они автоматически вставали в материнское приложение, то есть заменять. Это как пальчики, вот ядро – это ладонь, а пальчики – это виджеты, то есть страница приложения. Чтобы их можно было легко заменять, написали, модифицировали свои SDK для Android iPhone. Таким образом, мы сделали Marketplace, где девелоперы могут и делают, продают, создают и продают виджеты native и на базе HTML в форме PhoneGap. И мобильные дизайнерские темплейты. Например, когда известные фонды, там типа Asil Partners спрашивали свои портфолио компаний, как Website Builder, Squarespace или 99design, говорят, ну а что в Mobile-то, какая у вас стратегия? Те показывали на нас, но там, говорит, уже iBuild'а в плане дизайна мобильных темплейтов или создания мобильных приложений. Настолько вот сама по себе архитектура техническая позволяет это scale. То есть, какой-то вроде мы пытаемся быть WordPress, but for mobile. То есть, WordPress для мобильных приложений. Не даром WordPress – это, наверное, номер один платформа по созданию и хостингу веб-сайтов. Рынок мобильный изменяется. И если два года назад у нас срывались сервера, но мы еще тестировали бесплатную модель, то просто они падали. Бывало по полдня, даже люди не могли ничего получить. То мы изменили на платную модель, стали зажимать халявщиков. И портрет клиента – то, чем я сейчас, наверное, последние полгода непрерывно занимаюсь. Ну, в первую очередь, 85% из них – это male, это мужчины. Второй самой яркой чертой является, что это возрастная категория от 35 лет до 50. Это основные… Ну, тот, как говорится, кто платит, наверное, поэтому мы на них ориентируемся. Это географически, опять же, в плане пользователей 22% идут в Северной Америке, но в плане дохода, оплаты 40-42% – это Америка, Северная Америка. Вот. Следующий номер два – рынок – это Европа. Европа южная и западная. Восточная и северная, к сожалению, не так в плане денег хороши. Потом идет Медист. Очень хорошо у нас платят Израиль, Кувейт, Саудовская Арабия, Эмираты – богатые государства Медиста. Вот. Ну, а замыкают, наверное, Азиаты и Латинская Америка, которые, видать, не любят или не привыкли платить за услуги бизнеса. Поэтому мы на них меньше всего ориентируемся. Вот, собственно, и является это профил нашего клиента. И треть из них, получается, консумер, то есть частные лица. Треть – это профессионалы, дизайнеры, девелоперы, консультанты, адвокаты, врачи, учителя. И треть компаний, которые имеют численность от 10 человек и выше количества работников. То есть, вот, наверное, вот они нам больше всех интересны, потому что, по идее, они нам больше всех могут денег принести и стабильность. То есть, мы пытаемся организовать бизнес, когда мы так встроены в процессы компаний, что они от нас не могут уйти, есть, только сама компания и не помирает. А это означает, что у вас есть веб-сайт, вам нужно это как средство для коммуникации с клиентами. Ну, наверное, некоторые компании обходятся без веб-сайта, но как без мобил, если ваши консумеры, пользователи все на мобил. И это особенно заметно сейчас, начиная на образовательном секторе, который у нас является, наверное, в плане дохода, ну, чуть ли не лидирующим, наверное, процентов где-то 20 дохода идет образовательного сектора. Вот. Поэтому мы на растущем рынке. И мы видим, что отдельные сегменты именно для бизнеса, такие как вот колледжи, университеты, они очень, они первыми, наверное, это понимают и видят, что своих пользователей, учеников, студентов они не могут достичь. Поэтому у нас много там такие, как Хавайи университет, Сафок университет, Эмри университет, UCLA, университет в Саус, Калифорния. Вот ты ничего не сказал про российский рынок. У тебя есть пользователи из России? Какое их число? Платят ли они? Считаешь ли это его перспективным? Расскажи немножко об этом. Да, это хороший рынок. До кризиса прошлого года мы активно в него инвестировали. У нас есть русская версия, iBuildUp. Но там, наверное, скорее корпоративные решения развиты. Мы же ориентируемся на маленький и средний бизнес, не на большие корпорации. Потому что большая корпорация из тебя все выжмет, заставит делать, как им надо, и ты потратишь все свои силы и время. А ты хочешь расти быстро. И ресурсов на, например, 100 больших компаний у тебя нет. Ты просто с одной или двумя будешь год, так сказать, жить. То есть это не scalable, это не бизнес, который легко расширить и очень быстро. Поэтому в России он своеобразен. И сейчас, например, по апрелю месяцу я видел, сколько нам перечислили за апрель месяц России. Полторы тысячи. Это какие-то очень маленькие цифры. Полторы тысячи долларов. Поэтому очень рынок сильно упал. И сейчас мы на него не ориентируемся. Какой рынок ты считаешь наиболее перспективным? Ты сказал про Соединенные Штаты. Кроме Соединенных Штатов, что является для тебя прерогативным рынком? На какой рынок ты ставишь в будущем? Вот у нас цифры на стене висят. Мы прямо сидели пару дней назад, рассматривали, какие компании дают самое лучшее рейшио, соотношение между зарегистрировался пользователь и заплатил. Номер один, там прямо видно, это у нас Израиль, 11,6%. Кувейт, богатый Кувейт, 8,3%. Сингапур, маленькое государство с демократической системой управления, 6,3% конверсий. Вот очень странно, Италия нас не заочаровала традиционно, 4,2% конверсия. После этого идет почти одинаковая конверсия Канады и US, которые около 3,5% устойчиво, 4% выбивают между Registered и Paid Custom. Вот это, ну, как бы, наверное, хороший показатель после второй оценки, когда ты смотришь, сколько стоит этот зарегистрированный пользователь с этого рынка и, конечно, как долго он платит тебе и сколько, так как они все различаются. Ну, арабы они традиционно покупают все по максимуму, так что не промахнешься. Но мы вообще ориентируемся больше на Северную Америку. Ты ничего не сказал про китайский рынок или сказал, но немножко в таком минимальном контексте. Это случайность или это потому, что ты не чувствуешь китайский рынок, является благоприятным для твоего продукта? Понятно, почему я задаю этот вопрос, потому что сейчас большинство компаний, очень многие интернет-компаний ориентируются на неимоверное количество пользователей в Китае. Не, ну, это опять же компании, которые работают, наверное, на энтерпрайз рынке, там поставляют, не знаю, оборудование там и так далее. Либо консумер, то есть это пользовательский рынок такие, которые поставляют телефоны, машины туда или там какие-то товары такие для пользователей. А мы на рынке среднего бизнеса, вот, ну, университеты, колледжи, там, не знаю, школы, hospitals, transportation company, там, и финансовые. Это, так сказать, основа Америки, средний бизнес, там численность, и малый, от десяти человек, например, до тысячи, да, численность работников. В Китае это немножко не так. У них очень много enterprise state-owned, то есть государственных корпоративных организаций или консумеры очень много. Следующий этап, самый проблемный, это очень много сервисов там заблокировано. Это Twitter, Facebook, Google и так далее. Соответственно, под них очень серьезно надо перестраивать многие услуги под местные, китайские, социальные сети, хранилища там, медиа информации. И опять очень тяжелая проблема с монетизацией, как я сказал. Это либо большие компании, либо консумеры, изменение стратегии. – Ты не мог бы немножко раскрыть конкретные показатели своего бизнеса? Скажем, количество клиентов, которые у тебя сейчас, количество клиентов, которые было, допустим, год назад, темпы твоего развития, может, что-то о выручке сказать, что-то вот измерить, раскрыть что-то, что можно измерить конкретными цифрами? – Да, конечно, цифра – это важно. Мы вышли на уровень миллиона долларов дохода в год, мы вышли на 35 миллионов даунлодс, загрузок наших приложений нашими клиентами. Мы удвоили выручки, мы удвоили количество платных клиентов за год. Мы смогли добиться сильного снижения чурна, то есть ухода клиентов, потому что именно пытаемся и пытались разобраться, кто наш клиент, что он создает, на чем его можно удержать, и кто те, кто уходит, и кого-то сказать. Мы пытаемся тогда отсеять. То есть мы в три раза сократили чурн, хотя это еще недостаточно, чтобы поднять большой рандом инвестиций, но это уже явный показатель, что мы на пути. Что еще? У нас выше миллиона ста тысяч бизнесов, которые создали миллион триста тысяч приложений. Но еще раз повторюсь, в среднем бизнесы в этом рынке пока имеют несколько десятков, несколько сотен даунлодс, за исключением отдельных там два-три процента от всех приложений имеют тысячи десятки, тысячи сотни, тысяч миллионы даунлодс. Основная масса имеет немного. Ну, это особенность такого рынка, и многие еще просто не до конца понимают, как им взаимодействовать с своими клиентами на мобил. Поэтому это, наверное, следующая большая возможность для бизнесов на базе нашей платформы. — Ты не мог бы обрисовать потенциальные размеры рынка? То есть на что ты ориентируешься? Каков размер твоего рынка, на котором ты работаешь? — Отдельные компании оценивают, например, рынок и камерс в 2017 году в 500 миллиардов долларов, энтерпрайзмобил в 75 миллиардов долларов, ну и так далее. Но это не совсем корректно. Например, мы с ИСКО недавно говорили про Smart City участие в проекте, так они оценивают через 5 лет рынок Smart City в 17 триллионов долларов, где мобил — это одна из частей, потому что все вот эти датчики, которые там используют паблик, транспортейшн, говермент, медицина, они передаются в одну большую сеть, они обрабатываются крупными компаниями, enterprise. И потом даются в пользование мелким вендорам, которые создают решения на базе их платформы, их данных для своих уже клиентов. И mobile — это будет отчасти и mobile тоже. Это, наверное, и самые доходные рынки, которые покажут для нас какой-то рост. Тут еще наша бизнес-модель такая, когда начальные затраты клиента составляют порядка 100 долларов, чтобы получить платного клиента, он нам платил в позапрошлом году в среднем 200 долларов, в прошлом году приблизительно 220-230 долларов. В этом году мы ожидаем 300 долларов с платного клиента будет нам доход, то есть превышать в три раза, чем затраты. Но они, как правило, отбиваются в течение года двух затраты. Поэтому, чтобы это масштабировать, этот бизнес приходится поднимать инвестиции и непрерывно заниматься математикой, с какого рынка, какой клиент, по какой индустрии вертикали, сколько стоит и сколько принесет денег, и что он хочет. — Ты не мог бы немного раскрыть механизмы своего маркетинга? — Ну, грубо говоря, это начинается с того, что первые этапы раскрутки компаний — это делается, поднимаются твои контакты все, просишь всех посмотреть, прямо за ручку ведешь, дать тебе фидбэк, рассказать, что думают. Это опять несколько десятков, сотен человек — пользователей. Это пиар-релизы. У меня традиционно они хорошо работали, приносили в среднем мне в первый месяц несколько сот человек — пользователей, визитеров. И в течение своей жизни, как правило, каждый такой пиар-релиз приносил несколько тысяч человек, потому что они публикуются при правильной оптимизации на Гугле. Они публикуют, ну как, они собирают тебе трафик целевой по мобильным приложениям. Мы создали уникальный свой App Store, мы создали свое комьюнити, свой маркетплейс. Total у нас где-то, наверное, 2,5-3 миллиона индексированных пейджис, поэтому у нас очень хороший ранкинг. Мы в первой десятке запросов на Гугле имеем, наверное, все ключевые слова. Огромное количество. Платный трафик мы очень серьезно тестировали. У нас работающие выгодные каналы. Твиттер — порядка 60-80 долларов за платного клиента, что сложно, можно сказать, получить. AdWords Google, AdWords PPC — около 100-120 долларов платный клиент. Фейсбук колеблется от 50 до 100 долларов в зависимости от ретаргетинга. Это или какие-то специфик-сегменты, там, open-source developer, дизайнеры, билдеры, сегменты стран и возрастные, гендерные категории. Потом AdRoll — это ретаргетинг, но теоретически он помогает только увеличить количество пользователей. Но потом опять же, я же говорю, самый лучший теоретически — это Фейсбук. На Северную Америку дает хорошую сегментацию. AdWords Display Ads дает хорошую сегментацию, когда можно понять, кто этот пользователь и на что он клюет. Давай немножко поговорим о том, что интересует очень многих из наших зрителей, как ты все-таки привлек деньги. Потому что в Силиконовой долине конкуренция огромная, очень много прорывных компаний. Как тебе удалось выделиться, как тебе удалось с наиболее выгодной стороны показать свою компанию инвесторам? Кто были эти инвесторы? Ангелы, фонды? Вот просто можно даже с самого начала рассказать по шагу, как ты добивался того, чтобы в твои компании вложили деньги. Ну, может быть, в этом плане я и не самый успешный предприниматель. Потому что, в основном, у меня пока все инвесторы русские ребята, с России или с долины. Но тут такой момент, это работает только на английском, на SEED, посевном уровне. Они тебя знают, понимают, им легко с тобой говорить, они тебя инвестируют. Так же американцы, абсолютно так же. Они инвестируют, может быть, в какого-то там Джона, который, они его понимают, он вот там за плечами Стэнфорд. Они в него просто верят и говорят, ну сгорят, сгорят деньги. Они его понимают душой и как, на одной волне с ним. Я для них все равно, даже спустя столько, 15 лет остаюсь чужим человеком. Но фонды работают по-другому. Инвестиционные VC-фонды работают на метриках. И они A-Round фонды смотрят, какие метрики. И там есть ряд просто показателей роста, черно, когда люди уходят, объемы рынка, что еще, команда и продукты. И когда они эти совпадают, вот эти 3-4 критерия, которые они предъявляют команде, то, собственно, и можно найти здесь долине инвестиций. Расскажи немножко о своей команде. Где ты ее нашел? Сколько человек? Как ты поддерживаешь энтузиазм в команде? Как ты с ней работаешь с людьми? Вот об этом расскажи. Ну, команда это всегда такой вопрос, который требует много времени. Это люди, это не машины, соответственно, все они разные. С России у нас команда 18 человек. Программисты, поддержка, менеджеры, дизайнеры. Они пришли с моего прежнего бизнеса, с аутсорсинга. Основной костяк я перетащил оттуда. У нас здесь 5 человек в американском офисе. Это продукт-девелопмент, это поддержка и это партнерские программы. В заключение я хочу тебя спросить общий вопрос о, ну, скажем так, попросить твоего совета для предпринимателей российских, которые находятся сейчас в России и планируют переехать сюда или думают, стоит ли мне ехать сюда или нет? То остается только пожелать удачи, потому что сейчас, например, и деньги доступны, да гораздо доступнее от инвесторов. Начально из России, а потом можно здесь поднять долине, чтобы реализовать свою идею. Сейчас интернет намного более развит, чем 15 лет назад. И упорство, наверное, в первую очередь. Второе, наверное, это гибкость. Я думаю, тот, кто будет спрашивать, не сдаваться, быть гибким, он найдет свое. Тот, кто будет лениться, не получится, наверное. Если вы очень захотите и будете просто, ну, допустим, по 15 часов в день работать 6 дней в неделю, а в воскресенье полдня отдыхать. Остальное время тоже работать, у вас получится. И так лет 5. Если вы настроены на это, наверное, получится. Вы должны быть готовы менять, может быть, это каждый год или два, свою бизнес-модель, может быть, что-то еще. Разбавлять там, может быть, компанию, чтобы получить еще капитал. Но если будете упорно работать вот так, часов по 80, может, 100 в неделю, у вас получится, скорее всего. На этом мы заканчиваем интервью с Рафаэлом Шултановым, создателем компании iBuilderUp. С вами были Святослав Седов, Frisco TV. Ищите нас в интернете. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok